Раз, 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 доброе утро! Ставьте плюсики, как меня слышно. Проверяем обратную связь. Ура! Отлично! Так, я сегодня буду за шогик. Даже воспользуюсь ее слайдами. У нас будет такая техническая замена. Меня зовут Лилия Донскова. Я рада вас всех приветствовать. И хочу вам напомнить, что у нас сегодня самое доброе утро четверга. И это у нас остается. Раз, два, три. Четверг, пятница, суббота. Три дня до закрытия каталога. Кто об этом знал, поставьте пятерочки. Для кого это новость? Ставьте минус. Что такое окончание каталога? Конец каталога это обозначает, что в 19.30 по московскому времени сайт будет закрыт на переустановку системы. И уже нельзя будет размещать заказы, регистрировать. То есть, да, все закрыто. База закрыта. Делать ничего не можем. Поэтому нужно все успеть сделать в субботу до 19.30 по московскому времени. Договорились? Поставьте восьмерочки, кто меня услышал. Что значит все успеть? Это значит активировать новичков, зарегистрировать всех, кто хотел зарегистрироваться. Кто не успел доделать до 150 баллов? Доделать. Кто не успел выйти на новый уровень? Успеть выйти? Короче, успеть все. Такой вызов у нас будет. И у нас сегодня тема мотивация. Ребята, скажите, кому нужна мотивация для того, чтобы действовать? Напишите в чате. Честно, да, поставьте плюсики или минусы. Кому нужна мотивация, а кому не нужна? Вопрос подвоха маленький. Имейте в виду, подумайте. Конечно, конечно. Если у человека нет мотивации, он ничего не будет делать. Есть такой пример про лошадь, что можно лошадь загнать в пруд, в реку, но если она не хочет пить, вы не можете ее заставить. У нее нет мотивации. Она пить не хочет. Да, давайте про пинок. Ребята, кому нужен пинок? Поставьте плюсики или минусы. Кого-то нужно пинать? Давай, давай, работай. Ты сможешь, я в тебя верю. Ну смотри, в какой ты жопе сидишь. Давай, вылази из нее. Кому нужны пинки волшебные? Нужны, да? Значит, я вам могу открыть такую страшную тайну. Сейчас, прям, секунду. Алло, Ириш. Можно через часочек перезвонить, занятое? Ага. Сейчас вам открою страшную тайну. Хотите? Любите тайны? Ребята, смотрите, если у вас достаточно мотивации, и вы реально горите делом, когда я говорю горите, это значит, что ваше желание и понимание, для чего вы это делаете, понимание, какой вы получите результат от произведенных действий, даже если это рутинная работа, тыкать на кнопочки и добавлять друзья, или ставить лайки, или звонить, а тебе отказывают, или ты звонишь, трясешься, а в ответ тебе мышка из трубки, пи-пи-пи, да? Ребята, если у вас мотивации достаточно, и вы понимаете, какой вы получите результат, то вам пинок не нужен. Если же вам нужны пинки, и вы не можете себя заставить, значит, вы не нашли еще то, ради чего вы будете делать. Кто со мной согласен, поставьте плюсики, кто не согласен, поставьте минусы. Мотивация должна быть внутри, но если ее нет, то греет мотивация сбоку иногда, да? Это когда там спонсор сбоку тебе помогает, или сверху спонсор тянет, да, и говорит, давай-давай, да? Вначале может быть, но если вы уже вкусили вкус этого бизнеса, если вы уже распробовали, то я думаю, что вам уже пендели точно не нужны будут, да? И мотивация будет внутренняя такая гигантская, которая, да, вам и не снилась. Но что он может мотивировать вначале, когда у вас еще нет сильной такой яркой мечты, и уверенности, что все получится. У меня вот вчера разговор был с одной девушкой, она зарегистрировалась, ну, где-то недели-две назад, но работать не начала. И когда мы с ней поговорили, выяснилось, что она на самом деле не поняла немножечко сути, боится, переживает, что может кого-то подвести. И самое страшное, она не верит, что ей точно заплатят. Потому что внутри сидит стереотип, что вот если я устроилась на работу по трудовой книжке, то мне точно заплатят. А здесь непонятно, я буду пахать сидеть, что-то делать, а вдруг мне не заплатят. Ребят, кто так думает, что могут в Арифлейн не заплатить? У кого есть такой страх? Поставьте пятерочку. А у кого страха нет, плюсики. У кого такое есть, что вдруг не заплатят? А кто не боится, кто уже точно знает, что заплатят все до копеечки, все сделают. Привет, Анечка. Нету страхов, слава богу, ребят, потому что, да, платят и платят. Даже когда у меня ИП было открыто, когда в кризис был в стране, и людям годы не платили зарплаты. Кто помнит такой период, когда, я не говорю про месяц-два, это ерунда, людям полгода, год, два года не платили зарплату, а они ходили на работу, ходили и верили, что когда-нибудь им отдадут. Я, правда, не знаю, на что они жили, но мне платили всегда. Всегда, каждый день, вот в день, когда положена выплата зарплаты, ни разу не было сбоя, что нам не заплатили вовремя. День в день, копеечка в копеечку. Ребята, я этим горжусь, и поэтому меня из Reflame не выгонишь, не выманешь, ни в какие фирмочки, даже если там будут, да, обещать золотые горы, говорят, что тут быстрее результат и круче. Но если фирма не проработала еще 50 лет на рынке, я туда точно не перейду. Да, Reflame – это гарант не только качества продукции, качества сервиса, это гарант еще и слова. То есть, если Reflame что-то обещает, оно всегда выполняет. Ребята, помните, такое время было, идет какая-нибудь акция, например, с планшетом, и оказалось, что людей намного больше, чем компания запланировала, и планшетов не хватило. У кого такое было? Это, по-моему, в прошлом или позапрошлом году? И началась паника. Ага, нам планшеты не дадут. Компания написала, мы заказали новую партию планшетов. Скоро ее изготовят специально для вас, и мы вас обеспечим всех, до единого всех обеспечим планшетами. Кто помнит? Ребята, знаете, что самое прикольное? Те, кто не успел получить планшет и ждали, по-моему, 2 или 3 месяца, они получили планшет на уровень лучше, чем тот, кто был в первых рядах. То есть у нас планшеты пришли без камеры, без симки, да, у нас фотографировать на него нельзя, симку нельзя вставить, чтобы интернет был на планшете, мы только по Wi-Fi с них можем. А тем, кто ждал, пришел офигенный планшет, который стоит в 2 раза дороже. Да, позже, но лучше. Поэтому Арифлейм – это очень крутая компания, с которой не просто приятно иметь дело, да, это приятно строить деловые отношения. Ну и еще есть приятные моменты. Крутая продукция. Ребят, кто сомневается в качестве продукции? Есть такие смельчаки, кто сомневается в качестве продукции? Я могу сказать, когда мне люди говорят, ой, мне Арифлейм не нравится. Я сразу вспоминаю смешную рекламу, когда кто-то говорит, ой, я не люблю кошек, ой, нет, я их не люблю. А кто-то до голоса за кадром говорит, да ты просто не умеешь их готовить. Вы знаете, если люди говорят, что им не нравится Арифлейм, то тут два варианта, почему это может произойти. Первое, они его не пробовали. Второе, то, что они попробовали один или два продукта, может быть, были неправильно подобраны ни под их тип кожи, ни под их реснички. Недавно акция была, и там в подарок приходила тушь Джиордани с пушистой кисточкой, с огромными такими ворсинками. Помните, вот прям недавно, в конце года. Тоже прикол. Я, значит, одну нашу спящую возбудила, и она говорит, да-да, я обожаю тушь Джиордани. Она делает 50 баллов, ей приходит тушь Джиордани, она мне звонит и говорит, Лиля, ну какое же это Гэ? Это кошмар, она ничего не красит, это ужас. И тут до меня доходит, что у нее просто настолько коротенькие реснички, ну да, учитывая, что ей почти 70 лет, да, веки уже нависшие, ресничек практически нету. И ей нужна тушь с кисточкой, у которой маленькие-маленькие ворсиночки, да, например, 5 в 1, или вот тушь, у которой Джиордани, но где коротенький ворс. Ребята, я ей говорю, тушь-то классная, просто реснички, твои реснички-то надо другую. Она, ой, нет, это Гэ, о-мо-е-Гэ. Короче, я не знаю, переубедила я ее или нет, но, ребят, здесь очень важно правильно подобрать. Ассортимент почти полторы тысячи наименований. Представьте себе, полторы тысячи наименований. И это же все надо, да, знать, куда и что намазать. Прикол сейчас расскажу. Вы любите приколы? Приезжает у меня брат с Москвы один раз. Ну и я его запустила, да, быстренько накормила. Говорю, ну все, купайся там, что делай, отдыхай. А мне надо было куда-то сбегать навстречу. Ненадолго. Прихожу, сидит с такой моськой недовольной. Я говорю, ты что? Он говорит, слушай, что ты в этом Эрифлейм делаешь? Я говорю, а что такое? Он говорит, ну какой шампунь отвратительный. Фу, я прям не знаю, как ты им голову моешь. Он мне пенится, он какой-то все волосы мне склеил. Я говорю, покажи, чем голову отмыл. Он заходит в ванну, берет мой лосьон для тела и говорит, вот. Знаете, я так угорала. Я говорю, ну естественно, это же не шампунь, это крем для тела. Ты кремом для тела помыл голову. Зато, говорю, кожа мягенькая будет на голове. Мы так ржали. Он такой, а, ну ладно. Ребят, такое бывает очень часто. У нас, когда мы еще в сервисном центре работали, залетает один раз женщина, разъяренная просто, фурия такая. И кричит, что это за враки такие? Зачем обманывать нормальных граждан? Мы все в шоке. А кто вас обманула? Что случилось? Она кладет баночку из-под румян в шариков на стол и говорит, не работает. Пропила весь курс, румянца нет. Представляете? То есть она эти шарики глотала. Ребят, мы ржали всем офисом просто. Мы валялись на полу просто. У нас лопнули животики, слезы. Все. Это была катастрофа, конечно. Я вам передать не могу. Ой, да, Анечка, учат косметологи, калечат людей. Еще прикол. Одна дама говорит, слушай, взяла интимный гель в Орифлейм. Такая штука прикольная вообще. Единственное только, когда, ну, этим делом занимаешься, пузырики летают. Вот видите, шарики. Мыльные пузырики. То есть она вместо того, чтобы им мыться, использовала его как лубрикант. Не понравилось пеной для бритья чистить зубы кремом? Ну, ты даешь. Ну, как же так? Он же создан для того, чтобы чистить зубы. Ребят, приколов очень много. Могу вспоминать их до бесконечности. Надеюсь, подняла вам настроение сегодня с утра. Давайте посмотрим, что же у нас есть для того, чтобы разобраться в продукции. Ну, во-первых, когда вы заходите в личный кабинет на сайте, там прям есть такая заставка, планочка наверху по всем категориям продукции. По ароматам, по велос, по коже, по парфюмам, там, и там за телом, за волосами. Декоративка. То есть вы заходите, открываете каждую вкладку и читаете. Это первое. Второе. У нас проходят семинары от компании, от нашего проекта, от наших, да, девчонок-косметологов, которые обучались, во-первых, да, во-вторых, которые имеют огромный опыт. И знаете, вот я могу вам сказать, что всё-таки я бы лучше слушала человека с опытом применения продукции, чем учёного с высшей степенью, да, который не пробовал продукцию, не знает, как она работает. Согласны? Поэтому приходите на наши простые человеческие выступления. Может быть, они не такие профессиональные, там, мы не кидаемся терминами, мы не знаем глубоко состава продукции. Я, например, не знаю, из чего состоит продукция, и мне это не нужно. Главное, что учёные, которые работают в Арифлейм, это заслуженные учёные, у которых есть Нобелевские премии, которые внесены в разные там самые крутые, как это называется, номинации, да, там и так далее. Мне этого достаточно. И мне достаточно того, что я в свои 42, уже почти 43 года выгляжу так, что мне порой даже 25 дают, когда я там выспалась с утра, да, подкрасила глазки, губки, румяшки навела. Ребята, это так круто, когда люди не могут определить твой возраст. Это просто для меня. Этого достаточно, чтобы уже даже не заглядывать дальше, из чего делают, как делают. Вы же не спрашиваете, а как включается электричество, откуда берётся свет, откуда эти проводочки тянутся, а как это работает, это же невероятно. Вы включаете свет, обалдеете, что вам светло, вы можете читать, вышивать, видеть всё и днём, и ночью. Поэтому вот у меня такое же отношение. 100% доверие к продукции, потому что результат уже многие года подтверждён на практике. Далее, что у нас ещё есть для движения, развития, самореализации. Ребята, скажите, у кого такое бывает или было вначале, что вы начали, потыкались, попробовали, включили ролик, начали смотреть, ну дятина, выключили, прыгнули на следующий, что-то посмотрели, чуть-чуть поняли, но не до конца, немножко пролистали, посмотрели начало, серединку и конец. У кого такое было, что вот вы к обучению, к обучению отнеслись не просто халатно, а вообще на цифру 2? У кого такое было, признавайтесь, давайте восклицательные знаки. А кто потом вдруг осознал, что, блин, ну я же не дура, но если у них получилось, и они это умеют делать, они разобрались, что такое инстаграм, как размещать рекламу, если они, да, умеют тренинги проводить, но они же не родились этими тренерами, которые выступают и говорят, может быть, я что-то недопоняла, может быть, сначала начать, да, и вы начинаете смотреть тот же самый нудный ролик, и вдруг вы смотрите, вау, а тут оказывается есть всё интересное, рассказывать-то всё понятно. Ребят, понимаете, вот эта вот готовность к обучению и качество, обучаемость, его можно развить, потому что любой человек обучаем, даже кто говорит, ой, нет, я не смогу. Ребята, всё это в раке. Опять же, вернёмся к мотивации. Если есть для чего, если есть цели, мощные, желания, у вас не будет вопроса, да, по поводу обучения. Вы скажете, да, я буду читать эту книгу, и вы её прочитаете с карандашом в руках, и перепишете себе важные фразы, вы будете ходить на тренинги, на семинары, и впитывать всё как губка, и не просто складывать это на полочки своего сознания, подсознания, закапывать это новыми знаниями. А есть такой принцип, особенно в сетевом маркетинге, он работает на 100%. Что-то узнала, срочно расскажи своему новичку. Что-то вы научились делать, срочно идите и расскажите своему новичку. Вы никогда не изучите всё. Есть такие люди, говорят, вот я когда всё изучу, когда я всё-всё-всё-всё буду знать, я тогда пойду к людям и буду говорить, а то вдруг я что-нибудь не смогу им ответить, и они скажут, ой, какая-то дурочка. Или они меня завалят вопросами, а я сдуюсь. Знаете, как меня спонсоры учили? Вообще, классная фишка такая, прям можете себе записать. Если тебе задают вопрос на презентации, или ты с человеком уже с новичком разговариваешь, он тебе задаёт вопрос по продукции, или с клиентом, а вы не знаете ответ на этот вопрос, вам нужно сказать таким образом. Это замечательный вопрос. Или, о, слушай, какой классный вопрос. Я обязательно узнаю по твоему вопросу всё, да я выясню, я позвоню нашему косметологу, или я позвоню своему директору, я всё выясню и тебе сразу сообщу результат. Ребят, вы поняли? Человек не должен всё знать. Вы даже не сможете никогда всё знать, даже я всего не знаю. Хотя я уже много лет с компанией, в сетевом маркетинге, и кучу всего я изучала, и семинаров, и тренингов прошла, и книг этих сотни. Ребят, поэтому спокойно говорите. Первое, похвала. Какой отличный вопрос. Слушай, как здорово, что ты это спросила, а я даже об этом не подумала. Да, то есть вы первое, вы человека поднимаете вверх, и он расцветает. Второе, вы говорите, я уточню, я всё выясню, я позвоню там тому-тому, да, и я тебе сразу сообщу результат. И всё, тема закрыта. Вы говорите, окей, человек говорит, окей, конечно. Как вы думаете, он будет про вас думать плохо, что вы там некомпетентны, или вы лох какой-то, да, чилисткий? Ребят, никто про вас плохо думать не будет, но зато вы будете тоже на высоте. Это раз. Второе, если вы сразу применяете то, что вы изучаете, вы всегда будете практиками. Практики ценятся. Ребят, сейчас не ценятся люди с высшим образованием, потому что все понимают, что человек с дипломом – это ноль. Он приходит на производство, да, как я. Я 6 лет изучала бухгалтерию, и когда я пришла, я поняла, что я ничего не знаю. Я вообще, я только знаю одно слово – бухгалтерия. А что это? Как это? И так далее. Ноль полный, ребят. Итак, большинство людей, которые, да, выходят с дипломами, есть знания, да, есть, но в основном это теория, а в деле нужна практика. Понимаете? Так, что вы тут понаписали? Да, вы все правильно пишете. Сразу нужно применять. Научились, как делать заказ? Уже не спонсор объясняет вашим новичкам, а вы сами им объясняете, как сделать заказ. Научились, как рекрутировать, да, оформлять человека к себе в команду? Вы уже можете этому научить? Научились, как выбрать место доставки? Ребят, хватайте, обучайте новичков. Не парьтесь, и не грузите спонсора. Пусть спонсор занимается какими-то более серьезными делами, которые вы пока не умеете делать. Прицепитесь к своему спонсору, как банный лист к одному месту, и таскайтесь за ним везде. Дайте ему своего знакомого на собеседование, чтобы он провел, и сидите, слушайте, как он проводит. Договорились? Вводник проводит ваш спонсор, новичку. Даже если вы уже пять раз слышали, как проводит водник, говорите, я буду сидеть и слушать. И слушайте, 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 записывайте фразы какие-то, что-то интересное. Спонсор может какую-то притчу рассказать, прикол, да, по ситуации. Я вчера разговаривала с девочкой, с одной из команды, Наташа Григорьевая, да, с тобой мы вчера работали. И я чувствую по ситуации, что мне ей придется рассказать историю своей жизни, как я пришла вообще в этот бизнес. И мы с ней говорили 20 минут, а Наташа висела в скайпе и слушала, как мы с ней 20 минут общаемся. Когда мы закончили разговор, Наташа сказала, ты меня довела до слез, так трогательно. Ребята, знаете, вы бы никогда не услышали этого, может быть и не узнали, если бы не висели, да, где-то там, не подслушивали. Вам надо приклеиться к спонсору и слушать, и слушать, и запоминать, записывать за ним все. Тогда вы будете развиваться быстро. Ну и не бойтесь, если у вас рост идет медленный, если кто-то пришел вместе с вами или после вас, а уже на более высоком уровне, да, он классный, да, может быть, он в чем-то лучше, а может быть, он просто готов к этому бизнесу, а вы нет. А может быть, вам в чем-то, да, нужно просто у него подучиться, посмотреть, как он делает, позаимствовать этот опыт, навыки, послушать, что человек делает и учиться у него. Но не бойтесь, не казните себя, не кляните, я не такая, это не мое, все кончено. Ребят, не надо, не надо, у каждого свой путь, у каждого свое предназначение в этой жизни. И если вам этот путь нравится, этот бизнес Арифлейм, то идите по нему смело, не бойтесь, да, продолжайте двигаться вперед и реализуйтесь. Классная мотивация – деньги. Ребят, вы знаете, кто-то говорит, ой, деньги зло, деньги там, не были богаты, не жили богаты, и жить не надо. Ну, ребят, деньги, это столько возможностей с ними, согласитесь? Как круто, когда тебе не надо считать, там, от зарплаты до зарплаты, когда ты можешь зайти в магазин и купить все, что хочешь, в подарок близкому, да, и не париться, что, блин, сейчас я куплю вот это, а мне не хватит за коммуналку заплатить, а что я ребенку дам на обеды в школу? Ребят, вот это так страшно, когда люди, в принципе, большая часть нашего населения, не только России, вообще в мире, живут на грани, на грани, и в постоянной экономии, в постоянной, ребят, это страшно. Учитесь зарабатывать, используйте эту уникальную возможность, которую дает компания Reflame, которая дает сетевой маркетинг, потому что, да, деньги решают очень много, ребят, и здоровье, люди говорят, здоровье не купишь за деньги, да что вы, купишь, ребят, поедешь на курорт, на минводы, да, сделаешь самые лучшие процедуры, хороших специалистов, да, не просто в поликлинике, где тебя там пинают, и от одного к другому, да, ты сможешь себе позволить отдых хороший, питание, да, жизнь, климат создать в доме, не линолеум постелить, а деревянные полы, да, пакет положить, да, сделать экологичное все, и питание, и одежду, и обстановку вокруг, уехать туда, куда ты хочешь жить, деньги решают многое, считают отличная мотивация, только знайте, да, какая сумма вам нужна, на каком это уровне карьерной лестницы, то есть все должно быть связано, потому что если вы хотите, например, зарабатывать 200 тысяч, то вы должны понимать, что вам нужно взять 6 партнеров, и помочь им стать директорами, если вы хотите зарабатывать 100 тысяч, то вам достаточно взять 3-4 партнера, и сделать их директорами, да, помочь им раскачать, замотивировать, и идти к этой цели, а какая классная мотивация, что вы можете быть дома 24 часа в сутки, ребят, кто работает, вот сейчас вы находитесь в комнате, но у вас есть еще основная работа, поставьте плюсики, есть у нас такие люди, кто может быть сейчас с работы зашел, и подслушивает потихоньку, пока начальник не видит, поставьте плюсики, и кто сейчас ходит на работу? Дети, это тоже работа, да? Что, нет у нас таких? Классно! Ребята, согласитесь, круто не просто сидеть в декретном отпуске, что тебе дали государство полтора года, следующие полтора уже не платят, и все, и трындец, они на работе, я поняла, а круто просто сидеть дома, когда ты хочешь, достроить свой план жизни, свой график, свой режим дня, когда вы занимаетесь собой, спортом, рукоделием, домом, готовкой, гуляете, ходите в гости, в театр, уезжаете куда-то, и не надо отпрашиваться, не надо париться, что там не отпустят, вместе с мужем, не совпадет, не повезет вместе с мужем быть в отпуске, вот круто дома работать, а путешествия, какая классная мотивация, я когда разговариваю с новичками, всегда спрашиваю, о чем вы мечтаете, какая мечта, ну я не встретила еще ни одного человека, который бы не сказал мне про путешествия, вот все говорят, я бы хотела куда-нибудь ездить, отдыхать больше, увидеть мир, все до одного, ребят, может мне так везет, потому что я сама обожаю путешествия, я уже прям тоскую, мы никак сейчас не можем найти тур интересный, куда поехать, я уже, мне снится каждую ночь, каждую ночь я уже плаваю в море, я еду куда-то, лечу, мчусь, потому что да, это так круто куда-то ездить, это хорошая мотивация, и здесь в Арифлейм, ребят, вы можете путешествовать бесплатно, кто знает, что сейчас началась квалификация, и вы можете уже в этом году полететь в Болгарию бесплатно от компании, кто знает, поставьте плюсики, а кто не знает, минусы, а кто знает, что осталось всего три дня, чтобы выполнить хотя бы минимальное условие, у вас должно быть у кого-то два кюрекрута, у кого-то три минимум в команде за этот каталог, ребята, осталось три дня, и вот знаете, эти три дня решают всё, либо вы сделаете рывок, да, и найдёте людей, которые пройдут первый шаг, вы их вдохновите, заинтересуете, и они действительно, да, стартанут вперёд, и у них всё получится, и они сделают свои квалификации, а вы своё, или в субботу, в полвосьмого по Москве, вы сядете, подопрёте щёку рукой, скажете, ну не в этот раз, так следующий, когда-нибудь да полечу, у кого такое есть, ребят? Ну, сейчас, знаете, вот прям, я вижу, вижу, как борются вот за то, чтобы поехать в Болгарию, два человека прям вот рвутся в бой, я знаю, что многие хотят, но это видно прям, это у нас Бутяйкина Любовь, и Наталья Григорьева, они прям рвутся в бой, у них уже по два кюре круто есть, у Бутяйкина Любовь даже три уже, по-моему, ребят, а кто ещё делает такой рывок, чтобы реализовать эту цель, эту мечту, и сделать её реальностью? Ну, и, конечно же, ещё одна мотивация, это общение с приятными, позитивными, успешными людьми, которые думают в первую очередь о вас, потому что этот принцип, который меня удивил, я нигде такого не видела, я много работ поменяла в своей жизни, и есть что вспомнить, но ни разу в жизни я не встретила такого, чтобы люди заботились о тебе больше, чем о себе, когда мы помогаем другим, мы помогаем себе, вот это золотое правило, оно меня восхищает, и был период, когда я рефлейм оставила, я была очень увлечена работой, много нагрузки было, я просто не успевала, не ходить в офис, я даже несколько месяцев не делала заказы, но у меня была такая жизнь, гонка, и вдруг какой-то момент, я пришла в офис, я что-то себе выписала, я пришла в офис, я села, и я чуть не расплакалась, я поняла, как же я без этого жила, как мне не хватало этого позитива, и как оказывается, меня затянуло это болото, работа, нытье, вот эти вот постоянные какие-то козни друг на друга, да, в коллективах строят, там постоянные проблемы, 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 их надо решать, нагружают руководство, давай, задерживайся на работе, это так затянуло, что я реально, я слезы пустила, я поняла, что я не хочу так жить, я хочу жить с рефлейм, и я вернулась, но я вернулась с намерением стать директором, я стала, да, я решила, что если уж я здесь, то нужно здесь быть на 100%, ребят, каждый день я так кайфую от этой работы, от того, что со мной происходит, может быть, у меня нет каких-то мега результатов, да, я до сих пор там не реализовала свою мечту, чтобы стать там бриллиантовым директором, пока нет, ну, вы думаете, что я огорчаюсь или отчаиваюсь, я живу на 100%, ребят, для меня вот это намного важнее, чем что-то другое, я счастлива, я счастливая женщина, потому что я живу, как я хочу, я проснулась сегодня в 9 утра, потянулась, вспомнила сон, вспомнила еще раз, у нас как раз была конференция, сегодня мы плавали на больших лайнерах, вот такой мне сон был вообще чудесный, я встала, я сделала йогу, свою любимую тренировку, я потянулась, все прокачалась, я позавтракала вкусняшками, пришла на планерку, провела ее неожиданно, сейчас еще будет Академия Красоты, в 3 часа я пойду на занятия по рисованию, вечером у меня отдыхательные практики, в перерывах я сделаю несколько звонков, у меня по плану 10 звонков в день делать по команде, я делаю автоматом рассылку быстренько, наполняю странички, это все между делом, это быстро, на ходу, это уже стало привычным, как дышать, это не напрягает, не вымораживает, ребята, это такой кайф жить так, как ты хочешь, просто это кайф, поэтому я вам желаю влюбиться в этот бизнес, реализоваться, если вы хотите получать максимум от жизни, действуйте, ребята, действуйте, несмотря ни на что, несмотря ни на кого, просто поймите, что вы хотите, что вам будет в кайф, и делайте, и живите так, как вам нравится, потому что никто не имеет права решать за вас, или осуждать ваш выбор, это ваш выбор, он самый лучший, я вас люблю, обнимаю, целую, через 5 минут у нас будет Академия Красоты, Наташа, я хочу тебя попросить, вы выступите с Танюшкой вперед, а я в конце, хорошо, это я не успела майкап сделать, я хочу с видеопотоком выступать, услышала меня, поставь плюсик, отлично, все, ребятки, спасибо вам огромное, отличного, мега продуктивного дня, а сейчас будет такой семинар, какого еще не было никогда, мы расскажем вам, самое необычное применение продукции Арифлейм, такого вы еще не слышали, пока-пока, до новых встреч, да, пока-пока. Продолжение следует...